здравствуйте дорогие друзья добрый день мы начинаем наш урок понедельной главе торы шлах очень невероятная ситуация случилась мы которые боимся войны мы боимся великанов и когда мы услышали что всевышний говорит нет вы теперь не пойдете в страну вы заслужили 40 лет жить в пустыне мы говорим мы все равно пойдем мы пойдем воевать маша говорит не ходите не пойдем и ковчег не пойдет всевышний с вами не будет вы потерпите поражение мы стали смелыми людьми как и так может быть вдруг мы идем войной против амалека который нас убивал мы ничего не могли сделать в рефидиме против двух амарейских царей ого и сихона против 31 канонейского царя и мы идем и сражаемся и пишется что вышли амалекитяне и к на ней и жившие в тех горах и били вас до разгрома до хормы если мы переходим на ту же ситуацию в главе дворим то совсем другая картина на нас набрасывается эмареи жившие в тех горах и бьют нас и преследуют как делают челы и громят нас до хормы и пришли мы и плакали пишет наши мудрецы что значит пчелы если бы всевышний написал как он пишет нам в главе шмот пишет что шершни нападут и уничтожат на ней и вы мореевы так дальше где бы ни не находились то шершень понятно это смертельная оса а что такое пчела пчела жалит и сама погибает и так и было они нас жалили а сами погибали мы можем себе представить картину если нас 600 3550 и каждого из нас выкусила по пчеле то 600 3550 врагов нету а укус силы может терпеть а если по 10 да мы будем плакать нам будет больно то это миллионы падали падают миллионы а мы идем вперед но все выше нам это не дал победить их мы не заслужили за свое поведение за свое поведение в рифетиме за свое поведение в тавре за свое поведение кирот готове и даже в хацероте когда мирям была поражена проказой и здесь мы себя проявили хорошо поверили не всевышнего проверили разведчикам все равно невзирая на авторитет этих людей мы не могли себе позволить так себя вести мы должны были слушать маше и всевышнего а нас напугали нам показали плоды огромные да действительно это было очень сильным аргументом рассказали что там великаны понятно что великаны но для нас всевышний перед этим раскрыл море у нас невероятное чудеса случается мы живем в пустыне где змеи ядовитые скорпионы у нас все шикарно у нас хлеб с неба у нас вода источник ходит за нами богатство невероятно ли всевышний подарил живите живите хорошей жизнью и находясь на таком высоком духовном уровне у нас храм мы разговаривали со всевышним на горе синай мы уже не можем по-другому себя вести мы уже должны были понимать что так делать нельзя и поэтому 40 лет мы в пустыне но тем не менее у нас все хорошо всевышний говорит что это лучшее поколение которое жило в пустыне что еще происходит здесь интересного кто эти люди кто люди которых мы попросили пойти в разведку посмотрите какие люди самые лучшие люди народа то есть его шо военный министр страны выходит на войну во главе огромной армии 603 тысячи пятьсот человек он же заместитель маше он же возглавляет колено эфраима посмотрите калево во всех ситуациях не поддается всевышний его выделяет за его смелость за его решительность никакие уговоры разведчиков остаться в пустыне на него не действует разведчики пытаются ему объяснить что нужно соглашаться с тем что маше может уйти и будет новый вождь и народу будет только хуже и давайте скажем народу вот такую правду чтобы не пошел народ в страну он нет он это не реагирует он не соглашаясь разведчиками идет вообще молиться феврон на пещеру махпела но четко выставить разведки он не поддается ни на кей уговоры наши мудрецы говорят его шо даже каким бы он праведника я ему очень тяжело было выставить в этой ситуации ему маше добавил букву ют то есть оша стал его шо то есть во всех ситуациях когда нужно выходить на войну и лети в разведку его шо должен был становиться сильнее а так бы он смог тоже не выставить разведки так пишут наши мудрецы да и все остальные вожди были не меньше но не смогли выстоять потому что у человека целая армия у него может быть 50 тысяч только воинов в среднем и еще и молодежь и старики и женщины это все подчиняется ему естественно царь в пустыне а там придем мы в новую страну и будет новый вождь все знали что машине будет руководить уже нами когда придет стране звук на ам и тогда лучше быть старем в пустыне чем там никем потому что это очень большой соблазн в пустыне мы живем на всем готовом у нас все прекрасно хлеб с неба вода ходит с нами золото нам всевышний подарил вышли из египта просто шикарных условиях живем работать не надо учи тору наслаждайся и живи хорошей жизнью но всевышний нам говорит нет мы должны прийти в страну и выполнять заповеди страны такое наше предназначение и мы должны его слушать и у нас папа да у нас спасает единственный случай когда он дал нас убить это было в рефидиме когда мы говорили если бог среди нас или нет когда мы требовали воды вместо того чтобы помолиться всевышнему тогда пришел амалек и он нас убивал да и один раз было но больше за все 40 лет ни одного случая чтоб кто-то из других народов убил хоть одного еврея такого не было у нас было четыре войны с амалеком их мы выиграли где-то мы проиграли за это захватил рабыню одну но мы выходим победителями войны были и скнанеем царя марада и с сихоном царем иморейским и согом царем иморейским и много чего было и брата убийственная война у нас была много чего было но мы выстояли и надеюсь мы будем выстаивать и дальше и будем учить тору и получать от нее удовольствие всем все самого наилучшего на этом наш урок сегодняшний заканчивается поделитесь этим видео своими друзьями все самого наилучшего до новых встреч